меня зовут стас и я приветствую всех на канале чок-чок сегодня мы с вами будем разговаривать о мировом развитии газосбросных систем сегодня у нас вот будет видео посвящено тому что достигли вообще в мире производства до нас чего они достигли и чего на сегодняшний день достигли мы для вас вот так вот ну начнем с того что обсудим обозрим так как говорится да разные производства на предмет того чего они успели там за какой-то определенный период на придумывать до компаньчок компания за все существование компании компаньчок там за 25 по сути летнюю историю это все чего она для вас сделала вообще все вот этот стабилизатор это то что они для вас сделали все остальное это обычные параллельные конуса значит и просто сверловки под разные типы ружей все ну и градации от цилиндра от цилиндра у них идет до 0 40 0 40 тысяч дюйма это то есть 101 сужение ну по сути миллиметр сужения да вот то есть там у 10 15 20 25 30 35 40 тысяч дюйма конуса идут это все что сделала эта компания за 25 лет вот вы мне многие говорите до американскую на получше я говорю что это все что сделали американцы за 25 лет для вас просто делайте выводы но кто больше знает в баллистике сыпучек снарядов компания чок-чок или американцы поход по ходу моего то есть рассказа я хочу чтобы вы об этом сделали свои выводы и сделали их очень правильно компания кикс что она для вас придумала вот такие стабилизаторы системы vortex это просто параллельный стабилизатор ничего в нем такого нет значит и соответственно два типа два типа значит портированных стабилизаторов это стабилизаторы high flyer и стабилизаторы смог у них как вы можете видеть просто разное количество портов то есть вот это смог это самая первая их линейка да то есть они с нее начали в начале двухтысячных годов потом спустя там бородатое количество времени они выпустили линейку баки кир и линейку high flyer в которых было количество портов меньше по сути это одна и та же линейка просто в градациях ноль сто двадцать пять ноль тридцать три ноль пятьдесят три ноль шестьдесят три эта линейка называется high flyer а продолжение этой линейки называется баки кир где я уже идут 076 089 и 101 сужение то есть high flyer и баки кир это просто взяли одну линейку поделили пополам по градациям и до 063 назвали high flyer высокий полет охота утка гуси так далее пернатая дичь и значит баки кир это картечнице 0 от 07 что вот это к 089 1 0 1 все все это все чего для вас сделала компания кикс за 25 лет это прям все на что она вас то есть за 25 лет смотрите они сначала придумали делать такой стабилизатор самый простой потом им на ум пришло отсверлить вам вот такой стабилизатор через там пусть там условно 58 лет до потом спустя еще 10 лет дань они доперли что здесь портов слишком много а и оттормаживающая система работает некорректно для определенных типов боеприпасов частности картечи на более тугих картечницах в частности на снарядах у которых есть 36 40 грамм навеска данная система при слабых мягких пластиках пыжей точно также работа некорректно что они сделали они просто сделали на один ряд портов меньше и стабилизатор чуть-чуть короче на несколько миллиметров прям вот и прям здесь я не помню сколько точно у них то ли полтора то ли два миллиметра разница по длине это все что сделала для вас компания кикс за 25 лет знаете почему ну а я вам объясню почему но если у вас знаний не хватает в системах да и вы все равно берете это и это продается то нафига для вас им делать что-то еще вкладывать деньги в развитие предприятия в развитие систем поэтому значит от компании кикс если мы с вами все таки ход придем еще на раз да к этому это все что они для вас за 25 лет придумали то есть они вообще не заморачивались а это о чем говорит не о том что они денег не хотели вкладывать в разработке о том что у них у мишка не хватает придумывать новые системы они тупо короче не знаете как двигаться дальше ну вот я прочел вам говорю вот только это является только это является основным фактором то есть возможно они какие-то эксперименты делали что-то у них там не пошло что-то пришло что-то не пошло и по итогу они в результате своих экспериментов только вам максимум еще добавили вот такие вот более тугие кексы которые там типа ликой ну вот койот да то есть кекс который там имеет сужение там одна целая три десятых миллиметра ну типа как тюркий стреляет там более тугой просто конус имеет и все ничего больше все то же самое что и у хай флайеров и у бакикеров никаких изменений вообще то есть вот такие вот моменты мы обозреваем что также и компания кикс которую все знают в россии я не скажу что она плохая компания некоторые могут начать там знаете в на форумах как всегда находятся же люди патологически нехорошие которые пытаются не вникнуть в суть сказанного а сразу начинают делать выводы в пользу обвинения начинают писать там вот стас раньше хвалил американцев а сегодня хвалит свое устройство ну во первых вот у вас есть дети да вот если ваш ребенок но что-то делает плохо вы его ругаете да если он делает что-то хорошо вы его хвалите точно так же и здесь вот это детище вот все системы это детище вот мои системы это мои дети их системы их дети да вот и когда мы смотрим на чужих детей да мы когда они делают что-то хорошо мы их хвалим а когда они делают что-то плохо мы их ругаем также и ругаем родителей когда родители не не развивают своих детей и нам не нравится что сторонние дети выражаются матом там учат наших детей чему-то плохому и то есть не развивается потому что родители не следят своими детьми вот здесь примерно то же самое я не говорю что американцы работают плохо а американские системы как я и раньше говорил и показывал вам на отстрелах работают хорошо но я никогда не говорил вам что американские системы могут не могут работать лучше я же Я такого никогда не говорил на целом. Я же вам не говорил, вот я вам отстрелял кикс, и вот лучше, чем кикс, уже не может быть ничего. Я же такого никогда не говорил. Почему? Потому что еще тогда, 5 лет назад, 4 года назад, я знал, что я все равно добьюсь того, что у нас будет свое собственное производство, и мы будем реализовывать свои собственные идеи, создавать свои собственные системы, которые в любом случае будут значительно лучше, чем американские аналоги. И они будут стрелять лучше, чем американские аналоги, потому что американские системы стреляют хорошо, но можно сделать значительно лучше системы. Именно поэтому я сейчас и говорю, что наши системы работают лучше. Я не говорю, что я, и это не выглядит так, как безумцы там пишут, что вот раньше хвалил американец, сейчас хвалят свои. Я констатирую факт. Я констатирую факт, что наши системы, даже по картечам, вот у американцев единственные картечницы, которые более-менее хорошо работали, это у Карлсонов Бакикер, ой, не Бакикер, а как там, Бакшот, у Карлсонов система, и у Кексов Бакикер линейка Лайтфул, да? То есть два, всего две картечницы, которые можно было выделить из всех американских систем, которые, ну, реально работали картечами. Всё, всё, у нас каждая линейка, уже даже вышедшие линейки Торнадо, Глобал, Хантер, Профессионал, каждая линейка имеет свою картечницу. Каждая! Потому что наша система погибов способна работать именно от крутого к пологому на максимально значимых именно вот результатах. То есть все наши системы настроены так, что мелкими дровями они работают чуть шире, и чем крупнее дровь, в частности, картечь, тем они начинают укучняться, укучняться, укучняться. И вы на наших отстрелах видите, что наши системы идеально работают с картечами. Все системы. Чего не скажешь ни об одном американском производстве. Ни об одном американском производстве не скажешь. У компанчоков вообще они не могут работать картечами. У киксов только бакикер ЛФ. Все остальное, ну как бы так. У Карлсонов бакшот. Все. На этом все. Вот он бакшот Карлсон, чтобы понимание было. Картечница. Вот кикс бакикер ЛФ. Все. Вот эти две картечницы. Тут обе они работают за счет определенных погибов в конусной части. Это все, до чего все-таки смогли дойти американцы. Две картечницы на всю Америку. На всю Америку. Все. А наши системы, все, каждая система имеет свою картечницу. А то и две-три. А зачастую практически во всех градациях под конкретный диапазон дистанции нашей системы стреляют с картечью идеально. Все градации. То есть у нас практически каждое устройство картечница. А картечь это то самое, чего сложнее всего американцам было обуздать и загнать в необходимый уровень концентрации для стрелка. А мы сумели разработать конуса, которые вообще даже, хоть это 0.2, хоть 0.15, хоть это 0.3, хоть 0.4, хоть 0.5, хоть 0.55, хоть 0.75 и 0.9. У нас все конуса работают с картечами. Ну, то есть и вы все это знаете. А так о чем тут речь? О том, что мы не хвалим наши чоки, а констатируем факты. Мы вам говорим, что так есть. Я же уже там многим ребятам предлагаю. Приезжайте с любыми американцами к нам на канал. Зарубаемся. Будет интересно всем ребятам посмотреть. Еще ни одному из вас я не отказал приехать на канал. Просто нужно согласовать время, чтобы вы могли, мы могли. То, что у нас не каждый день мы имеем возможность уезжать, стрелять. Стрельбище перегружено. Тем более сейчас идет СВО на стрельбищах. Ребята тренируются там. И они просто постоянно заняты. Приходится прям ждать порой 2-3 недели, а то и месяц и полтора, чтобы был какой-то день стрелковый назначен нам, чтобы мы могли поехать пострелять. Если вы езжаем куда-то в обходы, то там проще во время охоз сезона. Но там нужно, чтобы вы приехали, предварительно приобретя путевочку в этот обход, чтобы вы с оружием заехали, как говорится, по закону в обход и так далее. То есть вот это все, это все, это все говорит о том, что мы в любом случае, в любом случае делаем в тысячу раз работы больше, чем американцы. Тратим в тысячу раз денег больше на наши исследования, на боеприпасы, на расходы, на производство. Вы думаете, это дешево постоянно сверлить? А вот у нас при разработке системы Торнадо было отсверлено в общей сложности 90 устройств Торнадо. И отстреляно примерно 3 тысячи, ближе к 3,5 тысячи боеприпасов. Это только Торнадо. Вы посчитаете, сколько стоит 3,5 тысячи боеприпасов и умножьте 90 устройств на, ну там, если бы мы их просто для реализации сразу бы сверлили, ну пусть даже там по 6,5 тысяч. Это уже там просто полтора миллиона, два миллиона расходов, если посчитать только основные текущие. Это боеприпас, мишени, расходы на сверловку тестовых устройств, на изменение тестовых устройств, нанесение каких-то геометрических изменений, на программы, на то, на сё. Оплата рабочих, оплата профессорской части, которая помогает мне с расчётами и так далее. То есть, это там, ну реально просто уходит, там разработка системы 3-3,5 миллиона по итогу. То есть, разработка каждой системы. Это 3-3,5 миллиона расходов. Просто, чтобы вы вдумывались. То есть, вот допустим, Professional Tornado Hunter Global, всё, и ушло расходник за 10 миллионов. Никто, конечно, в Америке таким заниматься не будет. Поэтому они стараются максимально зарабатывать просто с того, что есть. И у них это получалось, надо сказать. А почему получалось? Потому что не было конкуренции жёсткой. Ну, то есть, они все катали вату, проще говоря. Никто не пытался прыгнуть через голову, да. И довольствовали. И они просто разновидности линеек строили. Ну, просто на маркетинге. Ну, и на работе с изменением погибов конусных систем. Если мы, допустим, возьмём там, их там, скажем, вот различные системы там, да. Такие, как там Black Cloud, Blindside там у Карлосонов, да. Там White Wing, там Крематор и так далее. Там Рустер. Ну, Рустер, Крематор и White Wing – это, по сути, одна и та же система 3-шутринг. Просто чуть разные конусные погибы, стабилизаторы. Снаружи разные, снутри одинаковые. Там игра идёт за счёт просто патологической разновидности самой системы. То есть, патология системы меняется, меняется её геометрия. И отсюда различные, немного разные результаты. И что лучше подошло там под мелкие дроби, назвали White Wing'ом. Что лучше подошло чуть под более крупные дроби, назвали Рустером. Что подошло лучше вот к утиногусиного охота, таким как ближе к номеру 1-0, то назвали уже Крематором, да. То есть, другими словами, они не занимались разработкой новых систем. Они просто глубокую переработку, даже не глубокую, а поверхностную переработку существующих систем немножко делали. И тем самым развивали свои вот линейки. Если взять у них линейку Sporting Clights на Карлсонах, да, это и есть прототип. То есть, Крематоров, Рустеров и White Wing'ов сюда на эти конуса просто добавили тришутринг, и получились Рустеры, White Wing'и, Крематоры. То есть, я говорю, что это просто определённая доработка существующих систем. Отсюда вытекали, соответственно, и новые линейки. У нас не так. У нас каждая система, это прям вообще новая система, она вообще не привязана к другим системам. Ни конусами и их погибами, ни разновидностью там самих систем газосброса. Вот я вам просто беру наши, да, ну, наши системы. Вот пять сейчас разрабатываемых систем, да. Пять сейчас разрабатываемых систем. И если я там возьму, там, Professional, там, Hunter, к примеру, там, тот же Global. Вы же все знаете, что они, тот же Торнадо, там, допустим, да. Вы же все знаете, что они вообще друг на друга не похожи ничем. Это вообще глубокая, ну, глубокая, не глубокая переработка, это именно глубокая разработка с ноля. Мы вообще не дорабатываем что-то предыдущее, мы просто берём и разрабатываем с ноля совершенно новые системы. Прямо с глубокого ноля. О чём это говорит? О том, что наши предприятия огромные ресурсы тратят, во-первых, на разработки, а во-вторых, на то, чтобы получить действительно лучшие системы в мире. Для того, чтобы наши пользователи работали именно лучшими системами в мире, лучшими. Чтобы системы из Америки, из Италии, ну, в Италии вообще нет никаких систем, системы из Америки, они всегда были где-то на каком-нибудь там 10-15 плане после уже наших систем. То есть, чтобы в первой десятке мировых систем всегда были системы чок-чок. И мы этого в любом случае добьёмся. Сто процентов. Как бы не троллили нас способники там этой пятой колонии американской. Как бы там не эти все ихнии IT-технологии не работали на то, чтобы нас там загнать как-то. Да хрен им всем. Мы в любом случае, ну, прорвёмся и в любом случае сделаем, ну, систем, ну, там, пусть там 12-15, там, систем мирового масштаба. Систем, с которыми будут стрелять просто все стрелки мира. Это я, я этого в любом случае добьюсь. Еще 4 года назад все блогеры, которые постоянно что-то там, ну, такие, знаешь, ха-ха-ха-ха-ха-ха, что ха-ха-ха-ха, непонятно. Ну, в головах, видать, когда пусто, они вот у них ха-ха-ха. Они, ну, на то, что я там начал развивать, ну, то есть, идти к тому, чтобы открыть собственное производство, они все хихикали и говорили, да ничего у него не получится. На сегодняшний день у нас производство не просто открыто, оно работает. Оно уже производит лучшие системы мира. И те, кто сейчас на мои слова о том, что я в любом случае добьюсь мирового господства в дульных устройствах, хихикают через 10 лет, ну, пусть 15 лет. Все они уже не будут хихикать. И те, кто сегодня не хотят с нами сотрудничать. А знаете, почему многие сегодня не хотят с нами сотрудничать? Потому что они все в свое время не приняли меня всерьез, не приняли меня всерьез. И звонили мне, и просто в телефон мне всякую чушь несли. Там я вот, допустим, когда, ну, привозил устройство, прям грузовиками сюда, в Россию, американские, да. Мне там один там блогер, это из Питера, по-моему, он в Питере живет, или в Москве, не помню. Ну, или оттуда, или оттуда. Он говорит, да ты там возишь так же, как и мы, там по одной, по две, по 10 коробочек, а всем рассказываешь там, ну, что возишь там их тысячами. Вот откуда это все вообще в головах людей рождалось? Вот не мне вам рассказывать, значит, ну, коробочками я там возил, или как-то еще. Тысячи и тысячи из вас приобретали у нас там эти устройства, там кто-то и по 10, и по 20 штук за раз. И по 40 было штук за раз приобретали. Вот. То есть, эти все люди, они сами мелочь, ну, которая по жизни, ну, никуда не двигается, ну, просто мелочевка. Но они пытаются там из себя строить больше, чем они есть, для того, чтобы повысить там количество аудитории на своих там каналах и так далее. Я, как вы видите, я вообще не пытаюсь, ну, повышать количество аудитории на своем канале. Ну, есть, как есть. Вот как Господь дал, вот на сегодняшний день, пусть столько будет. Вот. Потому что я стремлюсь работать с истинными ценителями управления полета с опучным снарядом. То есть, с теми ребятами, кто именно хочет в этом плане развиваться. Вот. Поэтому я там не стараюсь там выходить на каких-то других блогеров, там, пытаться с ними пилить какие-то совместочки. Ну, единственное исключение – это Сашка Дружинин, ну, Александр Дружинин просто-напросто. Это мой друг, товарищ, и мы с ним это все делаем по-дружески просто. Вот. А так, ну, как бы я даже никогда не думал о том, чтобы все это делать. Ну, возможно, в будущем я каким-то образом там поменяю как-то свое видение этой ситуации. Ну, на сегодняшний день для чего мне пиар? Вот для чего он нужен? Если мои системы в ваших стволах разговаривают громче, чем любые хейтеры нашей продукции. Вот их там сотня будет хейтеров нашей продукции, а наше устройство в ваших стволах будет разговаривать громче них. И аудитория будет воспринимать информацию больше, чем от любых этих хейтеров. Потому что наши системы, ну, они реально работают, и с этим не может, не сможет никогда ничего поделать, никакой хейтер. В любом случае, наши системы, они будут себя проявлять и работать лучше, чем любые американские системы, это 100%. Не говоря уже, ну, о том хламе, который возят для вас некоторые там ребята там с Италии. Ну, да, они там обижаются постоянно, что я их там хейчу, себя там на канале. Но суть в чем, я ко всем, ко всем производителям отношусь так. Если ты производишь системы для ребят, то ты будь добр, хотя бы раз, два, три года, ну, какие-то разработки проводи и вноси что-то новое в свою продукцию. Вноси необходимые изменения и старайся сделать так, чтобы твоя продукция работала идеально. И она работала все лучше и лучше с каждым годом. Ну, хотя бы в период, в каждые три года, чтобы какие-то изменения проводились. Как вы все знаете, ни Америка, ни Италия, никто другой вообще этим не занимается. Вам тупо просто один и тот же хлам возят вот десятками лет. Прям десятками лет. Вот с Италии этот хлам возят уже два десятилетия. И вы такие, а, во, прикольно. А что прикольно вот? Это все, вы вот пробовали ездить на одной машине 20 лет? Нет? Ну, я думаю, большинство из вас не пробовали, потому что просто никто не будет ездить на этом хламе. Всегда хочется что-то новое. Вот так же и дульное устройство. Работа ведется глобальная в этом отношении. Я просто космические деньги трачу на разработки, потому что это, во-первых, мое хобби. То есть многие из вас знают, что дульное устройство – это вообще один из смыслов моих движений в светлое время суток. То есть я очень люблю свое хобби. Я прям офигеть, как увлекаюсь дробовым снопом, вот именно управлением сыпучим снарядом. Я коллекционирую дульное устройство. Я произвожу системы, которые я просто 30 лет хотел видеть в своей коллекции, но никто их не создавал. И на сегодняшний день я просто создаю свою собственную коллекцию дульных устройств, систем, которые будут работать лучше всех в мире и которые просто-напросто смогут вот именно заставить, заставить. Американцев, европейцев, неважно, весь мир уважать наш российский продукт, наш российский рынок. И я думаю, что все другие производители в России рано или поздно придут к этому осознанию и тоже начнут глобальную работу в этом направлении, для того, чтобы весь мир знал, что в России не делают чумпала, делают только хорошее. То есть я искренне желаю нашему российскому рынку прийти к такому миропониманию, к такому осознанию вещей. Потому что это очень важно в наше время, чтобы мы все это осознавали. Мы должны научиться делать качественный продукт, должны и обязаны. И компания Чок-Чок в моем лице мы идем четко по заданному вектору направления, конкретно по реализации этих конкретных задач. Продолжение следует...